Визуализация Визуализация — это совершенно особенный и невероятно мощный навык. Возможно, вы уже слышали о законе притяжения, вы могли слышать слово «визуализация», вы могли слышать о каких-то других подобных выражениях. Я же называю это видением знаков. В вашем мозге имеется система, научное название которой — ретикулярная активирующая система. Эта система представляет из себя сеть нейронов внутри вашего мозга. И самая главная функция, которую выполняет эта система — это функция фильтрации. Простыми словами, ее работа заключается в том, чтобы впускать определенную информацию в ваш мозг и блокировать всю остальную ненужную информацию. И как вы думаете, кто программирует этот фильтр? Вы. А также люди из вашего прошлого. И если вы, к примеру, будете чувствовать себя недостойным чего-либо, как вы думаете, что будет происходить? Эта система в вашем мозге на протяжении всего дня будет стараться найти любое доказательство, которое бы в той или иной степени подтверждали ваши негативные убеждения по поводу себя самого. Если вы считаете, что ваше окружение вас недолюбливает, то эта самая система, этот фильтр в вашем мозге будет пытаться найти любое подтверждение, чтобы доказать правдивость вашего убеждения. Именно поэтому у нас так много недопониманий со стороны людей. Именно поэтому существует так называемая склонность к подтверждению своей точки зрения. И означает она, что наш мозг ищет только ту информацию, которая согласуется с нашей точкой зрения и с нашими убеждениями. Потому что принятие только той информации, с которой вы согласны, лишний раз укрепляет наш фильтр. Зачем нам вообще нужна эта система? Есть очень важные причины для ее существования. И главная причина состоит в том, что мозг просто не может впустить всю имеющуюся информацию. Вы никогда не обращали внимания, сколько всякой ненужной информации находится на страницах соцсетей? Вы не замечали, сколько всего написано на одной странице того же Фейсбука? Здесь реклама, там реклама, здесь что-то написано, там что-то показывают. Абсолютно все заполнено разной информацией. Если бы ваш мозг воспринимал всю эту информацию, считая ее равноценной, у вас бы просто лопнула голова от переизбытка этих данных. Ваш мозг просто бы не выдержал этой нагрузки. Поэтому главная функция данной системы — это защищать наш мозг, отфильтровывая всю имеющуюся информацию и пропуская только ту, с которой вы согласны. И именно поэтому вся эта информация является научным основанием для того, чтобы вы всерьез занялись перепрограммированием данной системы. А сейчас я хочу рассказать о том, как правильно использовать визуализацию, чтобы перепрограммировать свою ретикулярную систему в своем мозге. Делается это для того, чтобы ваш мозг начал замечать возможности, начал искать доказательства того, что у вас получается продвигаться к своим намеченным целям, чтобы он искал для этого все совпадения, которые будут давать вам уверенность в себе. И все это начинается с визуализации. Давайте возьмем ваши цели. Вы написали все свои цели на этот год, и теперь вам нужно обратиться к своим целям и начать использовать визуализацию. И вот как вам нужно это сделать, исходя из научной точки зрения. Для этого есть конкретный, научно обоснованный способ, и состоит он всего из двух этапов. Если ваша цель, к примеру, повысить свою самооценку и уверенность в себе, я хочу, чтобы вы начали представлять, как будет выглядеть ваша жизнь, и как вы будете себя при этом чувствовать, когда ваша намеченная цель будет достигнута. Когда речь заходит о визуализации, вам необходимо сделать всего две вещи. Вам нужно закрыть глаза и представить в своем уме конкретную картину того, как должна выглядеть ваша жизнь, когда вы сможете реализовать свою поставленную цель. Вы должны увидеть, как вы уверенно высказываете свое мнение на работе, увидеть, как ваш бизнес растет и развивается, как вы разрываете отношения с людьми, которые тянут вас вниз, как вы ставите себе новые цели, как, наконец, решаете пойти в зал, как начинаете заботиться о себе. И когда вы начнете себе все это представлять, следующее, что вам необходимо сделать, и это как раз будет второй этап, вам необходимо прочувствовать все те положительные эмоции, которые бы вы испытывали. Вам нужно испытать счастье, вам нужно испытать гордость за достижение своей цели, вам нужно чувствовать благодарность за случившиеся перемены в вашей жизни. Представляя в каждой ситуации самого себя, например, как я высказываю свое мнение на работе, как делюсь какой-то новой идеей и получаю за это повышение, как мой бизнес растет и пополняется новыми клиентами, как я себя при этом замечательно чувствую и горжусь собой. И вот что на самом деле будет происходить в это время в вашем мозге. И это самая удивительная часть. Вы тренируете свой мозг применять абсолютно новые фильтры. Все дело в том, что ваш мозг не видит разницы между теми событиями, которые случились с вами на самом деле, как, например, неудачный тест, который вы провалили во время учебы, и тем, что вы представляете у себя в мыслях. Я повторю еще раз. Ваш мозг не видит разницы между каким-то событием, которое случилось с вами на самом деле, и тем вымышленным событием, которые вы создаете сами. Ваш мозг будет переживать все ваши представления, как вы, например, пошли в спортзал и теперь стали более увереннее в себе, или как вы просите повышения на работе и получаете его, и как вы после этого гордитесь собой. Все эти вымышленные события ваш мозг будет воспринимать как реальные. И это очень важно, потому что благодаря этому в вашем мозге меняется система фильтрации, та самая ретикулярная система. И благодаря научным исследованиям удалось выяснить, что чем больше вы что-то визуализируете, тем увереннее вы будете себя чувствовать, и тем меньше у вас будет присутствовать сомнений. И что самое интересное, чем чаще вы проделываете это со своими целями, например, просыпаетесь каждое утро и просто визуализируете, это занимает каких-то жалких 30 секунд. Визуализируете, как идеально проходит ваш день, визуализируете, как выполняете все намеченные цели, как гордитесь собой за все свои достижения. Так вот, исследования показывают и подтверждают, что простая визуализация того, как вы действуете, на самом деле развивает все те необходимые навыки с точно таким же успехом, как если бы вы делали все эти действия в реальности. И существует множество доказательств, основанных на научных исследованиях, что визуализация развивает все нужные нам навыки. И что еще очень важно понимать, так это то, что чем чаще вы это делаете, тем больше вы начинаете верить в ту картину, которую вы рисуете в своих мыслях, тем самым полностью перепрограммируя свой мозг и меняя сеть нейронов, которые выступают в роли фильтра. И чем больше вы начинаете верить в себя, чем больше вы начинаете представлять в своих мыслях, как будете более уверены в себе, тем более увереннее вы будете чувствовать себя в реальной жизни. И тогда вместо того, чтобы выискивать причины, чтобы лишний раз промолчать на работе, вы будете открыто и уверенно высказывать свое мнение, потому что вы изменили свою систему, которая теперь будет искать новые возможности. Вот как это работает. Именно поэтому это невероятно важно. И прямо после этого видео возьмите свой список целей, которые вы себе наметили, и каждый день на протяжении следующих 30 дней в течение 30 секунд представляйте, как вы достигаете их. Ваши цели заслуживают, чтобы вы потратили на них 30 секунд, не так ли? Все, что вам нужно сделать, это закрыть глаза и представить, какая будет ваша жизнь, когда вы достигнете, например, всех своих финансовых целей. Каково это идти в банк и видеть на своем счете огромную сумму денег? Каково это снять со своего счета часть денег и поехать в незабываемое путешествие? Каково это купить себе квартиру или даже целый дом, о котором вы мечтали всю свою жизнь? Каково это иметь достаточное количество денег, чтобы наконец уйти с той ненавистной работы и открыть свое дело, потому что вы имеете для этого возможности? Ощущения просто невероятные. Вот каково это. И я хочу, чтобы вы наслаждались этим, потому что во время визуализации вы перепрограммируете свою ретикулярную активирующую систему, ту сеть нейронов, которая действует подобно фильтру в вашем мозге и которая способна замечать новые возможности и доказательства того, что вы способны достичь всех своих поставленных целей и изменить свою жизнь к лучшему. Субтитры создавал DimaTorzok